Гетмовис А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Паучок Кусачечка, кусачка Что делаешь, Дим Димыч? Кусачку глажу Зачем? Она мой друг У тебя рука не устала? Вы просто завидуете У вас-то нет домашних животных Как это нет? Еще как есть Жучка Я ее в вентиляции видела Жучка Ходи, тело есть Вот, это наш друг Жучка Насекомое по имени Жучка? Ха-ха, смешно Жучка не насекомое, а паучок А разве пауки не насекомые? Мы называем насекомыми комаров, мух, жуков, трекоз, бабочек, муравьев Еще много кого Пауки похожи на насекомых Лапки у них почти такие же Но все же пауки к насекомым не относятся У насекомых 6 ног, а у пауков целых 8 Многие насекомые умеют летать, а у пауки нет Зато пауки умеют плести паучину С ее помощью они охотятся на насекомых А почему у вашей Жучки всего 5 ног, а не 8? Не знаю, потеряла где-то Зато смотри, как она умеет Жучка, дай лапу Таким мы и умеем Кусачка, лапу Видали? А так ваша Жучка может Кусачка, сидеть Жучка, сидеть Сидеть, Жучка Лежать Жучка, лежать Смотри, вот так Лежать Не получится Ей пятая нога мешает Лежать Лежать тебе говорю Ну что же ты за беда лочь такая Тоже мне домашнее животное Эй, ты куда? Жучка, постой Молик, тебе не стыдно? А чего она такая глупая? Ах, ты же называл ее другом Называл А на друзей так не кричат Эх ты, дрессировщик А я ее найду Извинюсь Жучка 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 Аи Где я? Ай Больно Эй Кто-нибудь Помогите Жилочка, это ты. У меня слово на ногах. Ты мне поможешь? Не поможешь. И правильно. Так мне и надо. Потому что я плохой друг. Люди любят заводить у себя дома домашних питомцев. Собак, кошек, хомяков, попугаев, рыбок, черепах. А некоторые заводят даже крокодилов. Понятно, что чем больше животное, тем больше с ним хлопот. Но в любви и заботе нуждаются все питомцы, даже самые маленькие. У фиксиков тоже есть домашние животные. Всякие мелкие жучки, паучки и мушки. Фиксики дружат с ними и заботятся о них. Паучки, конечно, не такие умные, как собаки, но тоже поддаются дрессировке. Некоторые фиксики даже сумели приручить крупных насекомых. Пчел, жуков и стрекоз. На них фиксики летают верхом и перевозят грузы. Все, я только осталась тут один навсегда. Синька, как ты меня нашла? Это жучка меня привела. Жучка, ты меня не бросила. Я больше никогда, никогда не буду на тебя кричать. Ай, нога. Терпи, Нолик, мы тебя вытащим. И тогда я... Ты же мог погибнуть. Так я почти уже и погиб. Но жучка меня спасла. Да, это круче, чем лапу подавать. Ваша жучка и вправду настоящий друг. А нога сильно болит. Да нет, не болит. Я пошутила. Все уже прошло. А кто такие фиксики? Большой, большой секрет. 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 Подводная лодка. И подводная лодка скрылась в пучине океана, оставит зуба с тихоком с носом. А, мультик был супер. Класс. Прелесть. Нам бы подводную лодку. А давайте ее сделаем. Но мы даже не знаем, как она устроена. Почему же не знаем? В подводной лодке главная герметичность. То есть в нее снаружи не должна попадать вода. А внутри нужен запас воздуха для дыхания. Чтобы лодка стала подводной, в ней делают специальные резервуары. Когда в них закачивают воду, лодка тяжелеет и погружается. А если нужно снова подняться на поверхность, воду в резервуарах снова заменяют воздухом, и легкая лодка всплывает. Из чего же мы ее будем делать? Из сломанных игрушек. А плавать где будем? В аквариуме. Пуля, ты с нами? Я, я боюсь. Чего? А вдруг в лодку нальется вода, и мы утонем? Или нас рыбы слопают? Да брось, Пуля. Смотри, Нолик маленький, и Тони боится. Да. Ну ладно. Отдать швартовый. Кому? Веревку отцепи. А, так бы сказал. Начинаем погружение. Ура, мы плывем. Как тут красиво. А вот это у вас и акулы. Сейчас мы их погнем. Право руля. Теперь за той. Нас не уйдет. Прикрутите. Давай, давай, давай. Прикрутите. И вот над рыбкой. Ой, что это? Не знаю. Вот, если на винт намотались. Ой, махечки. Так, без паники, попробуем всплыть. Не выходит. Ну вот, не зря я боялась. И что теперь делать? Давайте откроем люк. Нет, нет, нет. Сюда нальется вода, и мы захлебнемся. Ну, тогда я не знаю. Надо подумать. Ах, ах, ах. Первую подводную лодку сделали еще 400 лет назад в Англии. Она была из дерева и ныряла неглубоко. Внутри сидели грибцы с веслами, поэтому и плавала она не быстро. 200 лет спустя весла догадались заменить грибным винтом. Но так как винт вращали вручную, ну и эта лодка была очень медленной. Ее легко мог обогнать хороший пловец. И только когда начали использовать электромоторы, подводные лодки стали погружаться на большую глубину и развивать высокую скорость. Современные большие подводные лодки работают на ядерном топливе. Они могут месяцами находиться под водой, не всплывая. Фаер, ты можешь побыстрее думать, а то воздух кончается. Мы задохнемся. Не задохнемся. Скорее нас рыбы съедят. Не надо было их дразнить. Куда? Вляпались. Ой! Ого! Ай! Ай! Я вас перепреждала. Вы не слушали? Мы делали все наоборот. Точно! Наоборот! Надо подключить батарейку наоборот. Плюс-минус поменять. Зачем? Мотор начнет крутиться в другую сторону. И водоросли обмотаются. Эй, хватит! Мы вас больше не тронем. Мир! Спасибо тебе, Шпуля. Ты всех спасла. Это потому, что я больше всех боялась. Нет. Это потому, что ты не растерялась в трудную минуту. А давайте в следующий раз построим вертолет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Ты тоже без меня не открывай Договорились Спокойной ночи Ага А что это ты тут делаешь? Я? А я тут А, это же шоколадный шар с игрушкой Как интересно Мне тоже Развернем и посмотрим Нельзя, у нас с Дим Димычем уговор Но тихонько, он не заметит Вот шоколадка Ежа недостатка Даже на ней обедка есть Как же прекрасно Сладкая шоколадка Рад вернуть и ее и съесть Нэ-нэ-нэ-нэ И съесть Нэ-нэ-нэ-нэ И съесть Да Посмотрели Дим Димыч не обрадуется, когда узнает, что вы шоколадный шар трогали А ты что, его не трогал? Нет А это тогда что? Шоколад? Причем самый настоящий молочный шоколад Вот написано Главное в шоколаде Это какао-бобы Их обжаривают, грабят и мелко трут Затем из тертого какао отжимают масло Если смешать масло, какао и саха Будет гостей шоколад А если добавить молоко, получится молочный Остается только нагреть, разлить формочки и охладить В шоколад любят добавлять изюм и орехи А иногда попадаются шоколадки с цветами и даже с сою Поначалу шоколад не ели, а пили Обжаренные бобы смешивали с водой и добавляли острый перец Не каждый взрослый мог его пить, а ребенок и подавно Зато сейчас шоколад любимое лакомство всех детей и взрослых Как теперь все склеить? Может скотчем? Ты что? Мы нагреем шоколад, чтобы он стал мягким А потом слепим новый шар А чтобы он затвердел Охладим Что с шоколадкой? С ней не палатки От половинки не слита Все, все по-нету Это же шоколадка Так и бывает у них всегда Все, давайте игрушку А мы ее так и не посмотрели Красивая! Дим Димычу понравится Стойте! У меня другая идея! Вновь шоколадка В полном порядке Снова на ней обертка есть Как же прекрасно Новая шоколадка Я постараюсь ее и съесть Привет! Ой, что это? Ах, шоколадный шар? На, даже неужели с игрушкой? Угу Сейчас Нолика дождемся И откроем А без него никак? Нет У нас уговор Ммм Вкусная шоколадка, наверное Съел бы кусочек Ну хорошо Шоколад я съем А игрушку без Нолика Не откроем Ммм Вкусно Тебе что, не интересно, что внутри? Мы не скажем Ладно Посмотрим И сразу закроем И это все? Тебе Нолик? Ух ты! Как ты тут оказался? Сюрприз! Хм Ты был в контейнере А контейнер в шоколадном шаре А шар Да Этого не может быть А-а-а Это вы ему помогли Немножко Постой, Нолик Ты же обещал без меня шоколадный шар не трогать Ты тоже обещал без меня его не открывать Тебе припевать на пиенере Моя шоколадка, я постараюсь ее съесть Не съесть! Не съесть! Не съесть! Не съесть! Да тебе же фиксики маленького роста Нам их и через очки разглядеть непросто Они такая мелочь, что их почти что нет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Витамины Семью пять Тридцать пять Семью шесть Эм... Дим Димыч, ты собрался? Куда? Гулять! Уже забыл? Ой, да Да у меня вообще что-то с памятью Учу, учу таблицу умножения И никак Чтобы укрепить память, надо есть витамины Витамины? Ну, как успехи, Дим Димыч? Никак! Память у меня дырявая И учить бесполезно Ну-ну, полезно А память мы укрепим витаминами О, и ты про витамины А кто еще? Да так, друзья Ну ладно Витамины для человека очень важны Хотя их нужно совсем немного Например, витамин А необходим для хорошего зрения И нормального роста Витамин С не дает организму болеть Витамин Д укрепляет зубы и кости Обычно человек получает витамины с овощами, фруктами, молоком И другими свежими продуктами А если витамина все равно не хватает То врачи рекомендуют специальные витаминные таблетки Так Доставай овощи и фрукты И ягоды В них тоже много витаминов Будем укреплять твою память витаминами А заодно учить таблицу урожения Значит так В каждой кучке три черешни Дим Димыч съел пять кучек Давай ешь, ешь В задаче спрашивается Сколько черешин съел Дим Димыч? Я не знаю Что-что? Я не знаю Считай по косточкам Пятнадцать Правильно Значит три умножить на пять будет пятнадцать А теперь моя задачка Дим Димыч съел три пары яблок Это легко Шесть получается Просто я больше яблок не нашел Ты, Дим Димыч, не облынивай В задаче сказано, что яблоки надо съесть Там же витамины Дим 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 Все, я больше не могу Ешь Там витамины Все равно морковки не хватит, чтобы научиться умножать на девять Ладно, я тебе помогу Чтобы умножить два на три Нужно просто сложить три двойки Гораздо труднее два умножить на девять Слишком долго складывать Поэтому в школе таблицу умножения просто учат наизусть Но есть легкий способ умножать на девять без таблицы и калькулятора Допустим, тебе надо умножить три на девять Положи ладони на стол перед собой Отсчитай слева третий палец и загни его Теперь смотри Слева от загнутого пальца осталось два А справа семь пальцев Соединяем два и семь Получаем двадцать семь Понял? Контрольный пример Сколько будет семь на девять? Тут шесть А тут три Правильно! Шестьдесят три Дим Димыч, ты это все съел? Ты же и сама сказала Мне нужны витамины Вот, я тебе принесла витамины Так мало? Почему мало? Тут их на целый месяц хватит Вот попробуй Они очень полезные И вкусные Да уж, вкуснее лука И редиски А можно еще? Нет, нет Одной витаминки в день достаточно О, вспомнил! Я такую же баночку с зеленой крышкой У Кати видел Кстати, давай проверим твою таблицу умножения Если вы вдвоем с Катей Съедаете в день две витаминки То сколько вы съедите за девять дней? Восемнадцать! А, молодец! Явный прогресс Витамины помогают А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Большой-большой секрет Большой-большой секрет